Видео, подготовленное специально для сайта fb.ru Даже если кот ест промышленный корм, большинство владельцев не видят ничего страшного в том, чтобы угостить любимца каким-то деликатесом со своего стола. Если не говорить о банальных вещах, нельзя копченое, соленое, жареное, то остаются некоторые специфические запреты. Все продукты, которые запрещено употреблять собакам, нельзя и кошкам, но они не вошли в список по той причине, что редкий кот будет проявлять интерес к шоколаду или авокадо. Итак, fb.ru расскажет вам о 10 пищевых табу для кошек. Первое. Лук и чеснок. Кошка обычно не грызет чеснок или луковицу, но некоторые владельцы пытаются накормить питомца чесноком с целью уничтожить глистов. Лук и чеснок скрыто содержатся в продуктах, котлетах, плове, супчике, детском питании. От одной порции такой еды кошке не будет вреда, но яды, соединение серы, накапливаются в организме, вызывая разрушение красных кровяных телец и симптомы хронического отравления. Второе. Колбаса. Отчего-то считается, что колбаса – любимое лакомство собак и кошек, но многие животные отказываются ее есть, если не слишком голодны. Почему давать кошке любые колбасные изделия и сосиски – плохая идея? Дело не в сое и в субпродуктах, из которых частенько их делают, а в специях. Это и соль, и лук, и чеснок, и перец. Консерванты и красители, которые человеческая печень обезвредит без труда, для кошки могут оказаться очень опасны. Опаснее всего жирная сорта колбас – сырокопченая. Всего один кусочек может вызвать неукротимую рвоту из-за воспаления поджелудочной железы и стенок желудка. Третье. Виноград свежий и сушеный. Съеденный даже в небольшом количестве виноград может вызвать у кошки почечную недостаточность. Не позволяйте кошке играть с виноградинами. Накатав их вдоволь, она, скорее всего, съест добычу. Первые симптомы отравления виноградом – рвота и отказ от пищи. Сильная жажда. Четвертое. Куриные косточки – рыбные головы. Часто питомцам кидают со стола то, что не жалко. Например, кости. Такое угощение кот наверняка съест на свой страх и риск. Кость может застрять в пищеводе, и тогда питомца не спасти без операции. Травмировать любой отдел пищеварительного тракта острыми краями. Съеденное в большом количестве кости вызывает мучительный запор. Не давайте кошке кости и следите, чтобы она не выкрала их из мусора. Тоже можно сказать про костлявую рыбешку, рыбные головы и хвосты. Пятое. Ксилит. Сахар. Кошки по природе не сладкоежки. У них на языке мало рецепторов, различающих сладкий вкус. И усваивать быстрые углеводы, а тем более сахарозаменители, они просто не умеют. Сладкая пища приводит к развитию диабета. Ксилит же еще коварнее. Он вызывает выброс инсулина, и уровень глюкозы в крови резко падает. Это приводит к судорогам и коме. Шестое. Печень. Кошки склонны привередничать и есть только любимые продукты. Если печенку можно дать один раз в неделю, то основу рациона она составлять не должна. Длительное кормление печенью вызывает избыток витамина А. Он имеет свойство накапливаться в организме, поэтому такое заболевание обычно встречается у кошек старше 8 лет. Седьмое. Сливки, сметана, сыр, молоко. Кормить кошку молочными продуктами – прочно усвоенный людьми стереотип. Правда в том, что не все кошки усваивают лактозу. У некоторых молоко вызывает понос. Опасны продукты с высоким содержанием жира. Их регулярное употребление дает нагрузку на слабую кошачью печень и поджелудочную железу. А сыр, кроме того, что очень жирный, еще и соленый. Восьмое. Овощи, капуста, картофель, помидоры. Кошки – хищники по природе, но и среди них встречаются гастрономические извращенцы. Хозяева заявляют об этом с особой гордостью. Мой Васька огурцы ест, а моя капусту грызет. И не видят беды в том, что котик стремится к витаминам. Ведь мы считаем овощи полезными. Правда в том, что сырые помидоры и картофель, особенно картофельные очистки, содержат настоящий яд – солонин. Кошка вполне может отравиться маленьким помидором. Любые сырые овощи переварить кот не может. При нулевой питательной ценности для организма они могут вызвать сильные колики и вздутие кишечника. Девятое. Хлеб, макароны. Мучное не содержит опасных токсинов, но кошкам сложно переварить углеводистую пищу. Из-за этого возникает запор и колики. Дрожжевое тесто вызывает сильное вздутие. Десятое. Алкоголь. Большинство кошек не будут пить алкогольные напитки. Но некоторые хозяева сами вливают водку в домашних с целью полечить. Отравление спиртом очень опасно для кошек и может привести к смерти. А что насчет пива, скажете вы? Ведь оно слабоалкогольное или вовсе безалкогольное? Нет. Для кошек опасен не только этанол, но и хмель. Хмель может вызвать повышение температуры, отдышку, учащенное сердцебиение и даже смерть. Берегите своих питомцев. Если знаете еще какие-то опасные продукты для кошек, или может быть даете что-то из списка своим, обязательно пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео и было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен специально для сайта fb.ru.